Нам бы схемку, аль чертеж мы бы затеяли вертеж. Привет, ребята, про лови кэшбэк хочу рассказать по схеме, чтобы всем было понятно, откуда деньги берутся и каким образом мы можем получать реально большие суммы. Давайте немного статистики. На сегодняшний день дебетовых карт в России выпущено более 300 миллионов штук. Транзакции в 2021 году было произведено более 35 миллиардов. Тоже штук, да, транзакции же. Дальше. Оборот по картам, оборот, который мы с вами сделали по дебетовым картам, составил более 14 триллионов рублей. И вот такой пример. Сбербанк за первые полгода 2021 года получил от транзакции, от комиссии, от экваринга более 600 миллиардов рублей. И мы можем с вами принять участие в разделе таких крупных сумм, таких крупных денег, такого сильного течения денег. Где у нас с вами деньги всегда? Да, это банк. Деньги еще есть в бизнесе. Но схема такова, что я как потребитель плачу банкам за содержание своих карт. Да, ежемесячное обслуживание, ежегодное обслуживание, там, смс за транзакции, комиссии и так далее. Я плачу банку. Я как потребитель плачу и бизнесу тоже. Я хочу какую-то услугу, например, чтобы мне оказали, либо делаю покупки. Бизнес тоже платит банкам. Когда я прихожу с картой и делаю транзакцию, бизнес не получает полную стоимость товара, который объявлен в ценнике. Бизнес 2-3% отдает на эквайринг. В разбиле эквайринга участвует тот банк, который карту выпустил, тот банк, который обслуживает аппарат, к которому мы прикладываем карту, любой телефон, ну и, естественно, еще и платежная система. Так вот, Кэшбэк Форс, компания, заключившая официальный договор на 5 лет с виза карт, заключила также договор с Центробанком и с одним из банков России. На сегодняшний день работает с банком Акбарс. Банк отдает в сеть полпроцента от транзакций. Банк отдает компании Кэшбэк Форс. Еще раз, мы можем участвовать в распиле вот этих денег. Наконец-то я, как простой потребитель, могу претендовать на какие-то деньги от банковского товарооборота. Банк делится от эквайринга от всех транзакций, которые будут совершены с помощью приложения Лови Кэшбэк полпроцента на сегодняшний день. То есть будут подключаться другие банки, будут другие условия. И эти полпроцента компания Лови Кэшбэк отдает мне как потребителю. То есть я сейчас, допустим, рассказываю об этом. После видео вы стучитесь ко мне в личку, либо к моим партнерам. Я подключаю по своей реферальной ссылке человеку. Он говорит, я тоже хочу. А что у вас еще можно, кроме как зарабатывать проценты от банковской деятельности, ну, за свои рекомендации, да? Это рекомендации. Мы делаем рекомендации. Чем больше я таких рекомендаций сделаю, тем больше, соответственно, количество денег придет именно ко мне. То же самое и с моими людьми. Таким образом мы строим честную структуру, честную сеть и реферальную программу. Вот она, Лови Кэшбэк, которая распределяет деньги нам в сеть. Классно, просто фантастика. На платформе есть ряд маркетплейсов. Это каталог партнеров, бизнесов, которые зашли на платформу. Бизнесам выгодно, чтобы я и мои люди приходили сюда, к ним. Они готовы отдавать нам проценты для того, чтобы мы тратили деньги именно у них. Отдают проценты. Мне на карточку Лови Кэшбэк приходят живые деньги, не баллы, не бонусы, не лояльности, не мили, а живые деньги. И я эти деньги могу тратить абсолютно в любом бизнесе. Вход на сегодняшний день 0 рублей. Мы абсолютно ничего не платим. Мы можем просто поменять карту своего обычного банка, которому мы привыкли платить ежегодное обслуживание. Карту меняем на карточку Лови Кэшбэк, расплачиваемся ей, там, где нам надо, сколько нам надо, как мы привыкли тратить. Все то же самое, просто с другой картой. Я начинаю участвовать в реферальной программе, подключаю людей, подключаю бизнесы и получаю огромные доходы. Остаются вопросы? Савочка Ольга Нижний слэш САР 22 в любой соцсети. Также контакты под этим видео. Приходи, обсудим, отвечу на вопросы. Продолжение следует...